Исполняется круглая дата, когда я впервые отважилась прочесть стихотворение Иосифа Александровича Бродского «Бабочку». Вот, и поэтому, я думаю, я сегодня позволю себе вот такое юбилейное прочтение. Тем более дело к весне, к лету, по сезону. Сказать, что ты мертва, но ты жила лишь сутки. Как много грусти в шутке Творца. Едва могу произнести жила, единство даты рождения, когда ты в моей горсти рассыпалась. Меня смущает вычесть одно из двух количеств в пределах дня. Затем, что дни для нас ничто, всего лишь ничто. И их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь. Они на фоне белом, не обладая телом, незримые дни. А не как ты. Вернее, что может весить уменьшенный раз в десять один из дней? Сказать, что вовсе нет тебя. Но что же в горсти моей так схожи с тобой, и цвет не плод, не бытия? По чьей подсказке и так кладутся краски? Навряд ли я, обормочащий комок слов чуждых цвету, Вообразить бы эту палитру смог. На крылышках твоих зрачки, ресницы, красавицы или птицы? Обрывки чьих скажи мне ты лиц, портрет не тучи? Каких, скажи, твой случай частиц, крупиц являет натюрморт? Вещей, плодов ли даже рыбной ловли трофей простерт? Возможно, ты пейзаж. И, взявши лупу, я обнаружу группу нимф, пляску пляж. Светло ли там, как днем, или там уныло, как ночью, И светило, какое в нем зашло на небосклон? Чьи в нем фигуры? Скажи, с какой натуры был сделан он? Я думаю, что ты и то, и это. Звезды, лица, предметов тебе черты. Кто был тот ювелир, что бровь нехмуря нанес в миниатюре, Тот мир, что сводит нас с ума, берет нас в клещи, Где ты, как мысль овещи, мы вещь сама. Скажи, зачем узор такой был даден тебе всего лишь на день В кругу озер, чья амальгама впрок хранит пространство, А ты лишаешь шанса столь краткий срок Попасть в сочок, затрепетать в ладони В момент погони пленить зрачок? Ты не ответишь мне Ни по причине застенчивости и не со зла. И не за тем, что ты мертва. Жива, мертва ли. Но о каждой божьей твари, как знак родства, дарован голос для общения, Продвения мгновений, минуты, дня. А ты? Ты лишена сего залога. Но рассуждая строго, тем лучше. На кой ляд быть у небес? В долгу, в реестре. Не сокрушайся же, если твой вес, твой вес достойный немоты. Звук тоже бремя, бесплотнее, чем время, беззвучный ты, не ощущая. Не дожив до страха, ты вьешься легче праха над клумбой вне, Похожих на тюрьму с ее душем, минувшего с грядущим. И потому, когда летишь на лук, желая корму, Приобретает форму сам воздух вдруг. Как делает перо, скользя по глади расчерченной тетради, Не зная про судьбу своей строки, Где мудрость, ересь, смешались, Но доверясь толчкам руки, в чьих пальцах бьется речь, Вполне немая, не пыль с цветка снимая, Но тяжесть в плеч. Такая красота. И срок столь краткий, соединяйся, Догадкой пленят уста. Не высказать ясне, что в самом деле мир создан был без цели. А если с ней, то цель не мы, Друг-энтомолог, для света нет иголок и нет для тьмы. Сказать тебе прощай, как в форме суток. Есть люди, чьи рассудок стрижет, лишая забвения, Но взгляни, тому виной лишь то, Что за спиной у них ни дни с постели на двоих, Но сны дремучие, ни прошлое, но тучи сестер твоих. Ты лучше, чем ничто. Вернее, ты ближе, из Риме, Внутри же на все насто ты родственна ему. В твоем полете оно достигло плоти, И потому ты в сутоке дневной достойна взгляда, Как легкая преграда между ним и мной.